В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Харитончик. Здравствуйте! Сегодня в программе. Сектор жилищного контроля. Чем занимается это подразделение? Я в пожарные пошел. Курсанты школы мужества побывали на занятиях в КЧ-60. Фабрика «Звезд» по-кандалавчски. Начинающие певцы сразились за звание «Народный артист городского масштаба». С 1 апреля в администрации городского поселения начал работать новый отдел – сектор муниципального жилищного контроля. В сферу внимания этого подразделения попадут индивидуальные предприниматели, юридические и частные лица. Основные цели работы сектора – предупреждение, выявление и пресечение нарушений, связанных с федеральными и региональными законами в сфере жилищных отношений. Сотрудники отдела будут проводить проверку жалоб и нареканий от населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мы будем проверять правомерность и принятие решений собственников многоквартирных домов по выбору управляющих организаций. Второе направление у нас будет проверка на соответствие требований, предъявляемых к содержанию жилых помещений. Здесь, в частности, жилые помещения будут только, которые находятся в нами. И третье направление, на наш взгляд, самое важное – мы будем осуществлять проверку деятельности управляющих организаций по управлению многоквартирными домами, в том числе обслуживающих организаций, которые оказывают услуги у нас по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников многоквартирных домов. По фактам обращений и жалоб проведут проверки. При выявлении нарушений, которых, по словам специалистов, прогнозируется немало, будут выдаваться предписания с установленными сроками устранения недочетов. В случае неисполнения материалами проверки займутся уже региональные структуры. Если предписания будут нарушителями не выполняться один или более двух раз, то тогда мы нарабатываем материал и направляем в Государственную жилищную инспекцию Момонска области для привлечения административной ответственности. Обслуживать сектор жилконтроля будут центральные и железнодорожные районы, а также район Нилы-Три, то есть всю территорию Кандалакши. Кроме этого, его сотрудники будут проводить еженедельный личный прием граждан. Некогда популярное место отдыха горожан, Дом офицеров, теперь пользуется дурной славой у работников пожарной охраны. В пустующее здание по сигналу тревоги огнеборцы выезжают регулярно. 2 апреля пожарные сбивали там огонь на втором этаже. Еще одно происшествие зафиксировано и в минувшее воскресенье. Когда-то на сцене гарнизонного Дома офицеров выступали такие артисты, как Иосиф Кобзон и Вячеслав Малежик. Сегодня это пустующее заброшенное здание, никем не охраняемое. Очередной звонок от бдительных граждан, сообщивших, что здание горит, поступил на пульт пожарной части 7 апреля в 20 часов 7 минут. На место ликвидации выехали два отделения ПЧ-60 и штабной автомобиль. Как выяснилось, в процессе ликвидации огня на третьем этаже горели бытовые и строительные отходы. Возгорание удалось ликвидировать в 20 часов 48 минут. Выгорела площадь в 5 квадратных метров. По данным сотрудников пожарной службы, это уже не первое в этом месяце возгорание в зданиях Минобороны. 2 апреля пожарные также тушили дом офицеров, а 3 апреля выезжали на ликвидацию возгорания в пустующем здании бывшего госпиталя. Скорее всего, причиной возникновения огня является то, что здания никем не охраняются, в помещения есть свободный доступ. Сегодня состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Участники встречи рассмотрели несколько обращений от сотрудников ГИБДД и приняли ряд важных решений, касающихся оптимизации дорожной сети нашего города. Одно из первых предложений рассмотренных и одобренных комиссией по безопасности дорожного движения – это установка новых дополнительных дорожных знаков. В частности, они появятся на улице Обязная в районе Хлебозавода. Там обустроят пешеходный переход и обозначат это место соответствующими указателями. Запрещающие знаки «Стоянка запрещена» в ближайшее время планируется установить у магазина «Север» с торца 44-го дома по улице Первомайская, а также на Комсомольской напротив «Дюс Ровесник». Ещё одна мера, которая позволит обеспечить безопасность пешеходов – установка ограждений. Места их дислокации определены в библиотеке на улице Питыу и у дома номер 87 на Первомайской. Установка намечена на летний период. Установка новых дорожных знаков и обустройство пешеходных ограждений – это не весь перечень решений, принятых сегодня. Более подробно об инициативах, озвученных на заседании и их реализации, мы расскажем в завтрашнем выпуске программы «Пульс города». Чем оборудована пожарная машина, а как при помощи техники ликвидировать огонь? Об этом и не только рассказали кандалакшским подросткам специалисты местной противопожарной службы. Они провели первое в этом году занятие для курсантов военно-патриотической школы мужества. Подробности в следующем материале. Отряд «Юные пожарные» и другие обучающиеся школы мужества пожаловали в ПЧ-60. Сначала ребята направились в учебный класс. Там для них была подготовлена лекция об особенностях работы пожарной охраны, о потенциально опасных объектах на территории Кандалакшского района. А затем специалисты местной противопожарной службы пригласили курсантов в соседние помещения, чтобы познакомить с принципом действия первичных средств пожаротушения со спасательными инструментами. Это мероприятие проводится с целью ознакомления курсантов со структурой пожарной охраны. И здесь мы увидим очень много практических занятий. А также пожарное охранное руководство познакомит курсантов школы мужества с техникой, которая здесь находится. В этом году это у нас первое занятие. Значит, носит ознакомительный характер. Детям постарались показать, рассказать, как устроена пожарная охрана, какие подразделения входят в пожарную охрану, значит, какое вооружение имеется у нас в пожарной охране для тушения пожаров. Пожарная колонка, спасательная маска, альпинистская веревка. Что, когда и для каких целей использовать. Об этом и многом другом молодежь слушала с большим интересом. Узнать, без чего не обходится работа современных огнеборцев, стала для курсантов отличной возможностью понять, насколько опасна и в то же время важна профессия пожарного. Нужно такие почаще проводить, потому что мы, некоторые из школы мужества, хотим сложить карьеру военных, спасателей. И вот это очень интересно и нужно, я так считаю. То есть узнаем очень много нового, что такое профессия пожарного. Для этих ребят такие мероприятия пока вроде экскурсий. Но после них в душе обязательно остается что-то важное. Организаторы, да и сами школьники уверены, благодаря подобным занятиям не только больше узнаешь о профессии пожарного, но и лучше осознаешь реальную жизнь. Кандалакшская весна потихоньку вступает в свои права, но лыжный сезон еще не завершен. Минувшие выходные отметили сразу несколькими соревнованиями. Самыми продолжительными стали гонки на кубок компании «Техномир». Они проводятся у нас ежегодно и собирают желающих со всего северо-западного региона. Лыжники, показавшие лучшие результаты, награждаются дипломами, денежными призами и кубками. На старте спортсмены готовы побороться за кубок компании «Техномир». 14-й год подряд на левом берегу реки Нива собирается большое количество участников. Вот и на этот раз Кандалакша принимала порядка 80 гонщиков из Мурманской области и Санкт-Петербурга. Здесь как молодежь, так и более опытные лыжники и ветераны этого спорта. Соревнования проводятся в этом формате два дня с целью, чтобы выявить лучшего гонщика в спринте и в маст-старте. И главный приз – это кубок, который вручается и лучшей женщине, и лучшему мужчине по сумме двух дней. Такой марафон, конечно, для самых выносливых. Для мужчин 15 километров классическим стилем, женщинам поменьше. Но еще и спринт 700 метров. Вслед за взрослыми в лидеры устремились юные участники соревнований. Особую целеустремленность показали девчонки. Я занимаюсь давно лыжами. Ко мне пришел папа за меня болеть. Я хочу выявить соревнование. Сегодня за меня болеют мои родители. Я пришла на соревнования, чтобы поучаствовать. Мне очень нравится кататься. Когда ездишь, очень хорошо. И хочется заявлять какое-то призовое место. Итоги соревнований порадовали и в хорошем смысле удивили. В мужской гонке на третье место вышел кандалакшский школьник Павел Дерябин. Второе занял участник из «Полярных зорь» Александр Пашичев. Абсолютным чемпионом, обладателем Кубка компании «Техномир-2013» стал наш земляк, ныне живущий в северной столице Андрей Тютерев. Он показал лучший результат и в спринте, и в общем заезде. Среди женщин отличились Наталья Медведева и Кристина Петранцова. В спринте же победа досталась Анне Неустроева и Скавдора. А чемпионкой была признана кандалакшанка Антонина Соболева. Чествованием победителей завершился третий общерайонный молодежный турнир по боулингу «Страйк». Участники и призеры, и победители в состязании собрались 6 апреля в Каскад-парке. В этом году участников общерайонного турнира по боулингу стало еще больше. Посоревноваться в меткости, ловкости и интересно провести свободное время решили около 150 человек. Это 25 команд, представляющих свои организации и учреждения. В течение пяти недель они встречались в боулинге «Каскад-парке», чтобы сразиться за звание лучшего. В итоге отличившихся в игре участников отметили в нескольких номинациях. Награды получили самые меткие игроки, команды, придумавшие лучшее название. Также были такие номинации, как пропаганда семейных ценностей. За внедрение иностранных инноваций они пришли не одни и за волю к победе. Третье место заняла сборная «Нивы-3» – «Реальные пацаны». В качестве приза им достался сертификат на бесплатное посещение кинотеатра. На втором месте оказались представители «Каза» – команда «Солянка». Им вручили сертификат на игру в пейнтбол. Абсолютными же лидерами стали гости из «Полярных зорь». Первое место работники Кольской АЭС занимают уже второй год подряд. Главным призом для них стал сертификат на бесплатное посещение караоке-бара «Запой». 19 Кандалакшан в минувшую субботу боролись за звание «Народный артист городского масштаба». В ДК «Металлорг» состоялся конкурс исполнителей эстрадной песни. Причем на сцену выходили непрофессионалы. Как прошло мероприятие, кто стал обладателем высокого звания. Об этом в следующем материале. Школьники, студенты, медсестры, повара, парикмахеры, представители разных профессий на один день оказались в роли артистов. Кандалакшани стали участниками первого городского конкурса исполнителей эстрадной песни. Желающих продемонстрировать свой талант оказалось немало. «Я, кстати, не думала, что у нас столько неоткрытых, неограненных алмазов в городе. Я почему-то думала, что максимум пять человек заявятся, те, которые захотят о себе заявить со сцены. Но нет, их 19 человек. Я очень рада. И действительно, люди все очень талантливые». Каждый выход на сцену, волнение, страх. И стеснение. Ведь все участники конкурса – обыкновенные любители, никогда не выступавшие перед широкой аудиторией. И оценивали их не только зрители, но и профессиональные исполнители. У строгого жюри была непростая задача – выявить среди конкурсантов самого яркого, одаренного, артистичного. Участники же тщательно подготовились к своим выступлениям. Продумали и костюмы, и потанцовку, и репертуар. Кто-то делал ставку на популярность и исполнял хиты отечественной и зарубежной эстрады. Другие выбрали песни по душе. «Тогда звезды тают, тогда ты так тихо спишь, Мне так не хватает глупых слов живого любви». Эта песня – одна из наших любимых с подругой. К сожалению, моей подруги нет в живых. И я посвятила эту песню ей. В итоге вокалисты-любители не оставили равнодушными никого, ни жюри, ни публику. Зрители провожали начинающих артистов со сцены аплодисментами, цветами и даже восторженными выкриками. А жюри определила тех, кто достоин носить звание «Народный артист городского масштаба». В возрастной категории от 17 до 20 лет лучшей оказалась Юлия Рыбакова. Маргарита Баканина заняла первое место среди участников в возрасте от 21 до 35 лет. Специальный приз от жюри получила Юлия Асикан. Гран-при конкурса было присуждено Андрею Жену. Народные артисты городского масштаба – не просто победители. Это новые голоса Кандалакши. Успех на конкурсе дает молодым людям возможность развиваться творчески в дальнейшем, выступать на разных площадках, представлять наш город на областном уровне. Возможно, они также станут примером для тех, кто еще не решился заявить о себе. Сделать это можно будет уже на следующем конкурсе среди певцов-любителей. Далее прогноз погоды. Его представляет Единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. Сегодня ночью в городе и по району будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха минус 10-16 градусов. Гололедица. Видео ожидается переменная облачность. Ветер западный слабый. Температура воздуха минус 1-8. Гололедица. Атмосферное давление будет расти. И 9-го апреля солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле спокойное. Прогноз погоды представляет Единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте. Ответим. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Увидимся завтра в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин